Здравствуйте! В эфире губернии 33 информационный выпуск в студии Илья Лопушенко. Говорим о главном Владимирской области к этому часу. В регионе продолжается реализация национальных проектов. Один из них – чистая вода. На модернизацию водопроводных сетей в этом году выделено более 192 миллионов рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора области Роман Гадунин. Всего в этом году модернизируют 7 объектов водоснабжения в Киржаче, Петушках, Гороховецком и Меленковском районах. На сегодняшний день, по данным регионального управления Роспотребнадзора, чистой питьевой водой обеспечены 89% жителей области. К 2024 году этот показатель планируют увеличить. Также на средства НАСПроекта во Владимирской области благоустраивают города и сельские территории. Ремонт, реконструкция дворовых территорий и общественных пространств. В 2021 году на реализацию данного проекта выделено 488 миллионов рублей. В настоящий момент на торгах либо проведены, либо находятся в стадии расторговки. Это 158 территорий, в числе которых 114 дворовых и 44 общественных территории. В национальном проекте и в программе участвует 31 муниципальное образование. По национальному проекту «Экология» к 2030 году в регионе планируют наладить переработку 50% всех отходов. В этом году на главных полигонах в Марьинке, Муроме и в районе деревни Бабани на Петушинского района хотят построить мусоросортировочные станции. На них будут перерабатывать до 40 тысяч тонн отходов в год. В дальнейшем на полигонах в Марьинке предусматривается строительство комплекса обработки отходов с глубокой переработкой. То есть объем инвестиций – это серьезный такой комплекс. Объем инвестиций там под 2 миллиарда у нас практически. И, наверное, в мае месяце планирую с журналистами, с общественниками съездить в какой-то регион, посмотреть, что это такое. Потому что мусорная тема, она всегда где-то у нас витает. Мы все ее боимся, рассказываем о ней. Но обращаться с мусором, как я говорю, до сих пор мы не умеем. В селе Булатниково открыли новый модульный ФАП. Его построили в том числе на средства национального проекта здравоохранения. Пациентов теперь будут принимать в шести кабинетах, оборудованных по последнему слову техники. Раньше жители трех населенных пунктов приходили на осмотр к фельдшеру в детский сад. Медпункт работал в одной из групп дошкольного учреждения. Подробности в нашем материале из Муромского района. На часах 7 утра. В первый день работы нового модульного ФАПа Наталья Манькова на смену пришла пораньше. В числе первых пациентов Татьяна Кузнецова. Женщина жалуется на слабость. Самочувствие ухудшилось? Да. Вести прием в новом ФАПе смогут и узкие специалисты. Один раз в месяц они приезжают из районной больницы. Для этого в здании предусмотрено шесть современных кабинетов. Каждый оборудован по последнему слову техники. Данного оборудования на прежнем ФАПе не было. Это обогревающее одеяло. Это дефибриллятор, который позволяет спасать жизнь в кратчайшие моменты. Также у нас появилась лампа для обогрева младенцев. Местные активисты хотят благоустроить территорию рядом с ФАПом, посадить здесь кустарники и разбить клумбы. Давай, давай пофельцами. Да, давай. У меня есть имена, но мне хватит. Ну сколько хватит? Да можно набрать у населения. Главный врач Муромской районной больницы энтузиазм местных жителей понимает. Люди давно мечтали о современном ФАПе. Почти 20 лет пациентов из села Булатниково и еще двух ближайших деревень фельдшер принимала в детском саду. Ну вот вы слышите, да, детские голоса. Вот уже сейчас время обеда пахнет щами. Ютились, надо сказать, в приспособленном абсолютно помещении. Но других вариантов не было. Видите, здесь всего три кабинета. Это и прием, и процедурный, и прививочный. Это крайне-крайне недостаточно. И уж, конечно же, не соответствует тем требованиям, которые нам сейчас предъявляют наше законодательство. Построили ФАП меньше, чем за год. Работы обошлись в 17 миллионов рублей. Средства на строительство поступили из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта здравоохранения. Такие же современные медучреждения в течение месяца откроют еще в двух селах Муромского района – Ковардицах и Лазарева. Одна проблема решена, это построили мы эти ФАПы. Но главная проблема, я считаю, это кадры. Действительно, кадровая ситуация очень такая сложная во всем Муромском районе, потому что у нас не хватает медиков, не хватает, я не говорю уже об узких специалистов, которые приезжают к нам с округом Муром. Сейчас молодые кадры в медучреждения Муромского района привлекают не только многочисленными льготами. Врачам предоставляют жилье, помогают с оплатой коммунальных услуг. А главное, каждому специалисту из областного бюджета выплачивают 1 миллион рублей. Илья Лопушенко, Евгения Волкова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33. За прошедшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания коронавирусом. Инфицированных выявили в 15 муниципалитетах. Больше всего пациентов зарегистрировали во Владимире, 16 человек. 88 жителей региона выздоровели, 2 пациента скончались. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 31 072 случаи заболевания ковидом. В инфекционных госпиталях действует более 800 коек для пациентов с коронавирусом. Заняты из них только половина. Продолжаем выпуск. В Суздальском районе неизвестный на квадроцикле из охотничьего ружья застрелил двух сторожевых собак на автостоянке. ЧП произошло рядом с Масленкой. По одной из версий, преступление совершил житель именно этой деревни. Владельцы бизнеса обратились за помощью в полицию. Подробности расскажут мои коллеги. Эта стоянка превратилась в настоящую бойню. Неизвестный на квадроцикле подъехал к забору и начал стрелять по собакам. Первые выстрелы услышал охранник. Слышал, стрелял здесь три раза. И побежал сюда. А смотрю, уже там второй собак стреляет. Я говорю, не стреляю, не стреляю. Он стреляет прямо. И мне сказали, стреляй тебе тоже. Неизвестный застрелил двух собак и скрылся с места преступления. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили гильзы от охотничьего ружья. После ЧП клиенты автостоянки опасаются за свою безопасность и сохранность автомобилей. Допустим, он стрелял когда в собаку и промахнулся. Попал мне в колесо. Это минимум колесо в районе 40 тысяч. Ну промахнулся бы он в собаку, да, или сколько там, попал бы в машину. Сам представляете убытки. По одной из версий собак расстрелял мужчина, который считает, что сторожевые псы с базы терроризируют жителей деревни Масленко. Но хозяин стоянки Михаил Белов утверждает, животных всегда держат на привязи. Особенно строгий контроль за этим после зимней трагедии. Тогда пёс прогрыз сетку и выбежал за территорию. Больше его живым не видели. Неизвестный на квадроцикле проехал по собаке не один раз. Фотография того, что собака изуродна, потому что он её не сбил, не убил, а он про ней проехал несколько раз. То есть он над ней издевался. Это не просто так убить, чтобы просто убить, а просто вот душу, наверное, вылетели. Ну то есть человек опасен. Тогда мужчина не писал заявление в полицию. Собаку убили за территорией стоянки. Михаил усилил забор ещё одним слоем сетки рабицы. Как обезопасить своих сотрудников и животных сейчас, он не знает. Я просто переживаю, что этот человек сегодня, вчера он пришёл с ружьём, а завтра он придёт с Молотова и будет кидать и зажигать фуры. Некоторые жители Масленки утверждают, по деревне постоянно бегают собаки. И принадлежат они именно Белову. Уберите собак. Держите, они у неё цепные. Выпускайте их, там территория у них большая. Что вы за забор-то выпускайте? Бесполезно. Другие говорят, чужих псов в деревне не бывает. Здесь вот брюш он у нас живёт. Так вот, у кого собаки есть, тут хозяева сами с ними справляются. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили над делом о расстреле собак. Работает оперативная группа. По закону у сотрудников полиции есть 10 дней на проверку фактов, указанных в заявлении. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ирина Начарова, Игорь Липский, Олег Маньков. Губерния, 33. Завтра во Владимире пройдёт первый субботник. В этот день жители города вместе с сотрудниками коммунальных служб проведут в порядок улицы и дворы многоквартирных домов. Также завтра уберут территорию мемориального князя Владимирского кладбища. Ожидается, что участие в этом субботнике примут более 70 человек, в том числе студенты и школьники. Присоединиться к волонтёрам могут и жители города. Сбор объявлен на 9 часов утра у вечного огня. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте. На кладбище уберут остатки прошлогодней листвы. С территории вывезут мусор. В администрации города также приняли решение отремонтировать и восстановить повреждённые ограды и надгробия. Вещь идёт о тех захоронениях, за которыми давно никто не ухаживает. О кризисе семейных отношений на повышенных тонах. Впервые во Владимире поставили спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева. Одного из самых провокационных авторов современной драматургии. Постановку назвали, как и пьесу «Солнечная линия». Проект имеет строгое возрастное ограничение 18+. Эксцентричный спектакль о жизни без прикрас посмотрела моя коллега Наталья Забнина. Сочный апельсин и образ переспевших семейных проблем. Аскетичная кухня настоящего бойцовского ринга. Я очень рад, что в 5 часов утра мы пришли к полному непониманию Барбары. И одна испытываешь боль, а другие нет. В центре пьесы диалог семейной пары Барбары и Вернер. В браке 7 лет у них нет детей. Только долги, претензии и упрёки друг к другу. Эмоции актёры выражают грубо, присутствует даже ненормативная лексика. Но для автора пьесы Ивана Вырыпаева это лишь виртуозная словесная игра. Это же русский язык, мат. Это часть русского языка, часть культуры. И на сцене, ну, ведь люди боятся самих этих спектаклей, в которых чаще всего бывает мат. Ну, то есть, есть спектакли, которые не поможут от того, что ты из них мат убрал, они всё равно оскорбляют. Ну, а есть спектакли, ты приходишь, там так говорят красиво в костюмах, что лучше бы они матерились, правильно? Солнечная линия – попытка показать семейный бытовой конфликт. То, с чем рано или поздно сталкивается любая пара. Режиссёру спектакля пьеса популярного драматурга оказалась по-своему близка. Это мои какие-то наблюдения, мой личный опыт, потому что я это проживал несколько лет назад, например, в такой ситуации. Что-то подслушано, что-то увидено, просто интуитивно что-то сделано, ну, там, придумано какие-то вещи. То есть, ну, вот так вот старались перенести это на сцену. В главных ролях Александр Алладышев и Анна Лузгина. В прошлом муж и жена, сегодня партнёры на сцене. Анна говорит, что для неё это первый парный спектакль, эксперимент, который многому научил. Я так ещё никогда не играла, так, чтобы, вот так вот, переходя. Да, там в декорации тоже есть какие-то застройки, но всё равно само пространство и материал, он диктует свои какие-то новые прочтения, новые изобретения наши. И от нас уже требует особой включённости. Роль сцены в этом спектакле выполняет креативное городское пространство. Даже мебели Тани Бутафорской, а зрители, словно соседи, случайно подслушали семейную ссору через стенку. Именно этого эффекта и добивались актёры в обычной жизни. Люди тоже постоянно меняют маски. И то, что там иногда мы слышим, совсем не укладывается с теми людьми, с которыми мы утром здороваемся. Да, это как будто это абсолютно разные люди. Поэтому, мне кажется, здесь это абсолютно уместно, никаких внутренних конфликтов по этому поводу не было. Над спектаклем работали три месяца. Для всей команды он оказался очень непростым. Это и есть новый театр, театр творческого эксперимента и настоящего профессионального риска. Наталья Забнина и Андрей Беляков, Губерния, 33. На данный момент это все главные новости региона. Больше информации в вечернем выпуске в 19 часов. А я с вами прощаюсь. Берегите себя.